К утрам я прихожу сюда. Надо просто сначала готовить кофе, и потом начинаем наш рабочий день. Меня зовут Ахмед, мне 31 год. Я работаю в Пазахам уже 8 лет. Я приехал в Пазахам в 2015 году. Тогда я работал в строительной компании, а потом я сейчас работаю в другой компании. Я работаю как электрический инженер. Ну, вы знаете, сейчас холодно стало в Астане, поэтому надо каждый день начинать наш утром с горячего напитка. У меня сейчас горячий шоколад готов. Я работаю здесь как главный инженер по электричеству в торговый центр, в бизнес-центре. И еще у нас есть парковка, есть гостиница. Я сейчас управляю электричеством в весь проект. И, ну, надо уточнить, что у нас все работают нормально, все работают спокойно, без каких проблем. У нас, например, жители живут в этом здании, другие работают, другие, которые, ну, гуляют на торговый центр. Поэтому надо всегда быть внимательным. Астана, когда я приехал, она была пока молодой город. Только что, ну, я знаю, что в 1998 она стала столицей. И я видел под мои глаза каждый день и каждый год больше и больше строить новые здания, проекты. И стало больше и больше красиво. Например, когда я приехал сюда, ну, где я живу сейчас, она не была 6 лет назад. Но сейчас уже город стал лучше и лучше. Это электриковая машина. Здесь есть щитовик, который управляет наш электрик-системой, освещением. Вот. Ну, каждый день надо проверить, что у нас автомат, никакой автомат не сломан, что у нас все работает нормально, никакая ошибка есть на системе, чтобы у нас будет система работать спокойно и без никаких проблем. Моя работа начинается с митинга с менеджментом, потом начинаем обход на весь торговый центр, на жили-комплекс, на бизнес-центр, чтобы проверить, что все в порядке, все работают как положено. И потом я пойду на офис, чтобы начинать наш отсчет, например, если есть такие, надо отвечать на почту, на такие письма. И вот так. Обычно, в моей очереди, так ходит. И, честно, с начала это было просто для работы. Я приехал сюда. Это было время, через месяц я хотел обратно в Египет, моя страна, или в Германию, потому что через Германию я хотел закончить администратуру там. Но через шесть месяцев мне понравился здесь и хотел побольше, потом побольше. Вот уже восемь лет. Я не знаю, насколько я буду здесь, но я уже привык сюда. Каждый день надо сделать обход. Я, мой электрик, мой супервизор, чтобы проверить и уточнить, что у нас все работают спокойно, как положено надо работать и у нас никакие проблемы, чтобы у нас все жители или гости, или тех, которые работают в торговом центре или в бизнес-центре, у них все будет хорошо и без никаких проблем. В прошлом году я пригласил две друзья из Египет. Они пришли сюда. И тоже моя мама была в Казахстане два года назад. И, ну, как раз, ну, я тоже хочу больше и больше, чтобы мои друзья и мои коллеги из Египет ходили сюда и смотрят ваша очень красивая страна. Мне настолько понравилась природа в Казахстане, и у вас очень красивый закат. Поэтому я купил себе дрон во время карантина. Я учился, как управляет дрон, как снимает красиво кадр. И вот я, ну, пошел на улицу и снимаю. И показалось, что я могу снимать хороший кадр. И у меня стали, ну, подписки стали больше. И люди сказали, что, ну, вам надо, что больше снимает наш город. Тем более, что я не местный. Люди иногда заказывают съемку для свидетелей компании или для, иногда бывает, для кино, для клип, для свадьба. И они стали, как мой, ну, не работа прямо, но может быть фрилансер. Типа, когда у меня есть время, я снимаю для людей. Когда я снимаю, тем более, дрон на высота, у вас очень ровно. У вас очень, типа, опять сказать, например, когда я снимаю Байтерик, или линия Байтерик до конца, до Хан-4, все ровно так идет. Пирамида так ровно. Ну, у вас очень, очень красивая архитектура. Потому что я живу в Каир. Это столица Египет, она очень старая столица. Я не знаю, тысячам-то годов, тысячам-то лет они уже в столице Египет. Поэтому у нас не такие новые улицы, не такая новая архитектура. У нас, ну, старшие, не такой модерн, как у вас. Поэтому мне очень нравится здесь архитектура и улица, и так далее, больше, чем в Каир. Например, я сейчас, например, иду, гуляю пшком, у меня с собой есть мой дрон. Я видел, что красивый вид, я видел красивый закат, я видел красивое небо, например. Или, например, есть какие-то мероприятия, концерты, или люди танцуют, или, не знаю, может быть, марафон. Как раз я снимал марафон, который был 2 месяца назад. Я просто заберу мой дрон, и начинает летать, и снимаю этот кадр. А потом я жду, может быть, недели-два, не знаю. Потом я смотрю, что я снимал последние 2 недели, и потом иногда обработаю некоторый кадр этот день, потом покадрит другой день, и в конце будет, ну, надеюсь, что красиво выйдет. Ну, в Астане я больше нравится, когда гуляю, или, кстати, на велосипеде, или на самокат, чтобы я шусь в воздух, и еще. Иногда, может, встречаюсь с друзьями, и просто гуляю до вечера, и обратно домой тоже можно пешком. Ну, летом вообще не скучно. Ну, у меня бывает только скучно или сложно, когда зимой. Тогда, ну, сложно сходить из дома. Вообще безопасный город для меня, а люди на улице, тем более сейчас, когда уже, ну, есть некоторые люди, которые узнают меня с лицом из-за СНН. Вот, они иногда меня спрашивают, так, да, можно сфоткаться с тобой, и так далее. Я всегда рад, я всегда, это меня застроит. И еще, ну, у меня никакие не были никакие негативные ситуации, негативные случаи между меня и казахами, и местными людьми. Честно, сейчас у меня казахский язык, ну, не лучше, чем раньше, но я попробую, чтобы каждый, ну, скажем, каждый день, каждую неделю я учу новые слова, что будет полезно для меня, например, когда я хожу на базар, на рынок, или на магазин, чтобы я говорю с казахским, цифры, например, или сколько это стоит ханша, например, или, ну, Рахмет, или Саним Цзбе, Кавайсон. Иногда, ну, цифры, как надо знать, ну, и так далее, которые элементарные слова на казахском. Ну, вот, уже здесь 8 лет живу, даже скоро будет 9 лет, и я не знаю, что я буду здесь жить. Даже у меня здесь есть видное место уже, я могу жить дальше. И, не знаю, раз как кину, она стала реально мой второй город, мой второй дом. Поэтому я всегда дома, даже если я буду работать куда-то в другой город или в другую страну, ну, я всегда буду здесь. У меня будут здесь всегда друзья, коллеги, я всегда прихожу сюда, я познакомлю, ну, возвращаюсь с старыми коллегами или старыми друзьями. Когда в стране стало, как будет мой второй дом навсегда, и не временно уже. Редактор субтитров А.Семкин